Исколай, 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 Исколай. Ваше Высокопреосвященство, Владыка Митрополит Никодим, дорогие отцы, дорогие братья и сестры. Одна неделя осталась до начала Великого Поста, и сегодня Церковь устами Господа нашего Иисуса Христа через Евангелие от Матфея напоминает нам о том, что станет итогом всей человеческой истории, о том событии, которое произойдет однажды, но будет иметь отношение к судьбе всего человечества в вечности и каждого человека, о страшном суде. Господь Иисус Христос говорит нам в этом поучении, которое Он произнес за несколько дней до того, как был предан на смерть, о том, что Он придет снова, но придет не для того, чтобы страдать, и придет не в образе раба, а придет для того, чтобы подвести итог жизни каждого человека. И тогда каждый из нас предстанет на суд, и суд этот будет для нас нелицеприятным, потому что Господь скажет нам обо всем, что мы сделали доброго и недоброго, и обо всем, что мы могли сделать и не сделали для наших ближних. И когда мы слышим эти слова Господа Иисуса Христа о страшном суде, мы обращаем внимание на то, что Господь не будет нас спрашивать, как мы постились, сколько мы молились, давали ли пожертвования. Господь будет спрашивать нас об очень простых вещах. Когда перед нами оказался голодный, мы его напоили. Когда перед нами оказался жаждущий, мы дали ему воды. Когда перед нами оказался человек, не имеющий одежды, мы дали ему одежду. Когда оказался бездомный, мы ввели его в дом. Когда узнали, что кто-то заболел, мы посетили его. А когда узнали, что кто-то в тюрьму попал, мы пришли к нему. Вот о каких вещах будет нас спрашивать Господь Иисус Христос. И для каждого, кто делал такие добрые дела, он скажет, что ты это сделал не кому-то другому, ты это мне самому сделал. А для каждого, кто не сделал эти добрые дела, будет сказано, ты не мимо прошел того или иного человека, ты мимо меня прошел. Господь Иисус Христос отождествил себя с каждым человеком, но особенно он отождествил себя со всеми страждущими и нуждающимися. И его страдания, которые он претерпел на кресте, означало его близость к каждому человеку, который страдает. И когда мы страдаем, мы чувствуем его особую близость к нам. Потому что он не какой-то бог, который взирает на нас с бесконечно далекой высоты. А он бог, который живет среди нас, который прожил такую же человеческую жизнь, и который пострадал не меньше, а гораздо больше, чем страдаем мы. Он знает на собственном своем опыте, что такое страдать, что такое быть жаждущим и алчущим, что такое не иметь крова и быть арестованным. Через все это он прошел. Прошел для того, чтобы нам помочь в наших страданиях, и чтобы, по слову апостола Павла, сам искушен быв, может, и искушаемым помощи. То есть, пройдя через искушения, помогать и нам в тех искушениях, через которые мы проходим. Слова Господа и Иисуса Христа о страшном суде напоминают нам прежде всего о нашей ответственности перед людьми. Господь, казалось бы, ничего не говорит о нашей ответственности перед Богом. Вообще не идет речь о какой-либо религиозной принадлежности, о духовной жизни, о чтении книг, о молитве, об участии в таинствах Церкви. Это не значит, что это не будет играть роли в нашей судьбе в вечности. Но это значит, что все то, что мы получаем в Церкви как дар, должно отражаться и на нашей повседневной жизни. Не просто участие в таинствах церковных, не просто чтение Евангелия и молитва утренняя и вечерняя, но и те добрые дела, которых ожидает от нас Господь, вот то, что даст нам оправдание на страшном суде. Иными словами, религиозная жизнь, она ведь не сводится, как думали фарисеи и книжники, к исполнению каких-то правил, к исполнению каких-то только заповедей, к воздержанию от тех или иных видов пищи. И сегодня апостол Павел напомнил нам, что пища не приближает нас к Богу. И не случайно Церковь напомнила нам об этом в тот последний день, когда мы можем вкушать мясо, и за неделю до того, как мы встанем на путь строгого воздержания в дни Великого Поста. Мы будем поститься, мы будем соблюдать пост настолько, насколько будет хватать наших сил. Но мы будем помнить о том, что не пища приближает нас к Богу, а приближают нас к Богу добрые дела. И мы услышим в первые дни Поста, что истинный пост – это как раз то, о чем говорит нам сегодня Господь Иисус Христос. Это когда мы откроем свои дома для бездомных, когда мы напоим жаждущего, накормим голодного. А самое главное, когда мы откроем свои сердца навстречу нашим ближним, когда мы научимся не проходить мимо них, но с вниманием относиться к каждому человеку. Вот тогда Господь и примет нас, как своих верных служителей, потому что в каждом приходящем к нам человеке и в каждом нуждающемся мы сумеем распознать Его. И на страшном суде Он нас узнает, и мы Его узнаем. Будем идти тем путем, которым заповедал нам идти Господь наш Иисус Христос. Будем воплощать в жизнь то, что мы слышим в Евангелии. И будем просить Его, чтобы Он сам научил нас так относиться к нашим ближним, как Он нам заповедал. Иисус Христос. 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 Продолжение следует...